Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Человек говорит о том, что раньше я рыдала после ссоры с мужем, сегодня произошёл скандал, у меня никаких эмоций даже в ссоре не возникло, возможно ли это эмоциональное выгорание, и что значит это всё, или я преувеличиваю. Сегодня поняла, что не хочу ничего доказывать ему про себя, что пусть говорит, что я вовсе виновата, значит буду во всём виноватым, но в глубине души понимаю, что обида осталась на его оскорбление в мою сторону, но уже без истерок, что я хороший и усердно ему это доказало. Сегодня даже не говорила ему ничего, просто смотрела, будто он стенка, и я его не слышу. Это какая-то реакция по мне нездоровая. Ну, интересно, что вас интересует только вот то, да, значит, возможно ли это эмоциональное выгорание, что это значит, вот. На мой взгляд, гораздо более уместно и более, так скажем, корректно говорить в этом смысле о системном кризисе. В отношениях ваших, вот, мне кажется, говорит, имеет смысл об этом, в первую очередь, и, соответственно, корректировать вашу позицию, это ваше, вот, ну, условно говоря, отношение к себе, да, то есть, почему вы, ну, доказываете, вот, что что-либо своему мужу, то есть, ну, вот, почему вы, ну, считаете, что, вот, вам нужно ему, ну, в принципе, что-либо доказывать, вот, то есть, в известной степени это больше про, про неуверенность во себе, в известной степени. То есть, это именно про то, что вы, ну, в известной степени, и что вас как-то вот. Я бы сказал, ну, вынижена, вынижена, санатинка сейчас. Собственно говоря, на мой взгляд, ваш муж, он все время вас обвиняет, да? Не просто так. То есть, он, он обвиняет вас, в этом смысле, скорее всего, не сказать, чтобы, вот, прямо-таки уж, на ровном месте. Вот, вероятно, он обвиняет вас именно по той причине, что вы склонны обвинять себя сам. То есть, вы склонны, к тому, чтобы, а, сами, по отношению к себе, ну, занимать деструктивную базицу. Вот, я бы, я бы так, ну, наверное, вам сказал. Поэтому мне кажется, что работать нужно именно в этом направлении, именно в направлении поднятия вашей смартинги, скажем так. Вот, а по поводу отсутствия вашей реакции можно сказать в следующем, что раз повысился, что называется, болевой порог, то есть вот, ну, все время, когда человек сталкивается с болью, с какой-то болезненностью, вот, то рано или поздно возникает привыкание, привыкание к этому. Вот, вот у вас, в принципе, можно сказать, что вот это самое привыкание к вознику. Вот, то есть, ну, можно сказать, что вы вот не привыкли в прямом смысле слова. А просто для вас это уже становится нормальным. Вот, отсюда и реакции, которые вы испытываете. Хорошего мала, вот, на здоровье, как мои коллеги сказали, это влияет и влияет сильно. Вот, поэтому вам срочно нужна помощь по либо корректированию отношений, вот, и их гармонизации, либо разрыву, в зависимости от того, чего вы хотите. То есть, еще я бы поработал с чувством вины. На мой взгляд, оно у вас присутствует. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи.